Дом Советов начали строить до войны в 1939 году, а закончили уже после. Но начиная с 50-х годов здание не видело капитального ремонта. В результате со временем на стенах появились вот такие внушительные трещины. Дом Советов был построен в стиле классицизм. Архитектор наш земляк Алексей Шуклин. Во время войны здание серьезно пострадало, одно крыло было сожжено. Достроили Дом Советов лишь в 1947 году. Проект оказался настолько удачным, что по нему уже с небольшими изменениями был построен аналогичный Дом Советов в Красноярске. Сегодня трещины в парадном зале Курской обл. администрации предательски ползут вверх и расширяются. А на потолке видны внушительные подтеки. Отслаивается штукатурка, уничтожается лепниной барельефы. Все это частично утрачена инженерная коммуникация, а именно нарушена система теплоснабжения. То есть практически с 50-х годов, как она была запущена в эксплуатацию, так и эксплуатировалась без ремонтных работ. Система закоксовалась и, конечно, она не отапливает вот это помещение. А это чердак над залом заседаний. Старинные деревянные балки кое-где с трещинами и вода на полу. Любой дождь ощущается на чердаке в полной мере. Предстоит здесь замена кровли, так что имеется протекание основное, вот оно видно, здесь показывали. Замена коммуникации, отопления, электроснабжения, вентиляция, наверное, предусматривается, потому что помещение очень холодное. Еще одна причина появления трещин – усадка здания. О том, что ремонт Дому Советов необходим, пришла к выводу комиссии еще в 2019 году. В расчет брался и охранный статус здания областной администрации. Однозначно можно сказать, что парадный зал Дома Советов находится в неудовлетворительном состоянии и требует безотлагательных мер по предотвращению ухудшения состояния объекта культурного наследия. Пока о сроках и смете ремонта говорить рано, но свой исторический вид парадный зал безусловно сохранит. Александр Юров, Антон Латышев, События дня. Субтитры создавал DimaTorzok